У нас сегодня такое какое-то пасмурное утро, очень темно вообще в квартире, и да, я только недавно проснулась, ну как недавно, час назад, наверное, где-то, но всё, валяюсь в кровати, вообще встать просто нереально, нет сил просто. У меня какое-то последнее время ощущение, что я заболеваю, да, мне кажется, наверное, звучит это странно, но я как-то чувствую, что у меня то обильная сопливость, то обильная сонливость, то слабость, то ещё что-то. В общем, мне кажется, это вот как раз-таки подтверждает мою теорию, у меня такое часто бывает, вообще, вот вчера мы ходили покупать молодому человеку телефон тоже, я одела своё пальто, хотя на улице было плюс три, по-моему, что-то такое, в общем, но был холодный ветер, и вот вроде бы не холодно, но вот из-за ветра какое-то такое прям аж дрожащее состояние у меня было, не знаю, у меня такое вообще, как бы, редко бывает, ну, в плане просто так, но вот я понимаю, что это не просто так, это вот, наверное, заболеваю всё-таки. В общем, не об этом вообще хотела рассказать, хочу рассказать о том, что я сейчас начала читать. Начала я, в принципе, много книг читать, и это, наверное, не очень хорошо, но я выбираю именно сейчас только то, что мне приятно и то, что я хочу читать. Начала читать книгу, буквально вчера, не поверите, книга Стивена Кинга под названием «Оно». Я когда-то давно смотрела этот фильм, ещё в детстве он меня покорил, и, честно, я ещё тогда в детстве хотела прочитать эту книгу. Конечно же, потом появились телефоны, и возможность была прочитать на телефонах, но у меня телефоны то глючили, то сама глючила вот эта вот читалка. И, честно сказать, как-то психи меня били, и я не могла никак прочитать эту книгу, хотя я её нашла, всё, но вот как-то не могла, потому что то формат не поддерживался, то ещё что-то, в общем, всякие какие-то мелочи. Начало меня, конечно, так взбудоражило, так нахлынули воспоминания из детства, когда я смотрела вот этот фильм. И что вы думаете? Смотрела вчера первую часть фильма «Оно». Я вообще в восторге, хотя он старый. Наверное, такие же ощущения я испытывала при просмотре фильма «Железный человек» и пару каких-то ужастиков, там «Астрал» и «Заклятие», по-моему. Ну вот это вот именно первый такой глобальный, наверное, ужастик, который я смотрела и который меня впечатлил. Да, ещё хотела показать вам мою новинку, в общем, вот такие наушники. Это наушники «Молекула». Приобрела недавно, они вот так вот ещё складываются, прикольно. Ну, в общем, компактно можно и в сумку их кинуть, и с ноутбуком, как бы. В общем, брала я их для общения в скайпе и для того, чтобы монтировать видео. Ну, честно, у меня есть наушники, которые я до этого приобретала от «Молекулы» на телефон, и они как-то по звучанию вот с телефона намного лучше. Эти тоже орут просто вот, но с телефона вот эти наушники воспроизводят как-то звучание лучше. Я не знаю, с чем это связано. Вот подсоединила их к ноутбуку, и такое вот сырое звучание, но дизайн у них клёвый. И... Sorry. И вот сами наушники, они компактные. Конечно, как-то на голове они не очень прикольно смотрятся. Я извиняюсь за такую темень, но, в общем, у меня сели практически все камеры, ну, как влоговая села, когда я начала снимать эту часть влога. Потом я взяла стационарную камеру, и, соответственно, на неё, когда я себя хочу снять, своё лицо не особо видно всё. Вернее, я себя не вижу, поэтому я взяла, сейчас снимаю на телефон. Вот так вот это выглядит. Я ощущаю себя каким-то чебурашкой, честно. Но я не собираюсь носить эти наушники где-то по улице. Я их брала именно для домашнего использования. Мне очень нравится, как выглядят вот эти сами ушки. Они плотно прилегают к ушам. Они, ну, в принципе, нормальные. Но вот такое сырое немножко звучание, и вот это вот такое, да, большое обрамление, да, самих ушей. Мне не очень нравится. Я не знаю, как вам. Ну, в общем, мне как-то кажется громоздким немножко. Но, в принципе, это как-то можно, да, на этом можно закрыть глаза, как-то не обращать на это внимание. Главное, чтобы был звук. Ещё они идут с микрофоном. Микрофон, вот он, встроен в сам шнурок. Я его ещё не проверяла. Где-нибудь во влоге тоже упомяну. У меня грязная башка. Я сейчас хочу пойти вымыть её. Вот она я. Помыла свою башку. Теперь буду чистенькая. Завтра у меня первый день рабочий на новом месте. В общем, потом как-нибудь расскажу. Теперь буду готовить кушать. В общем, тоже заниматься делами всяческими, монтировать видео. В общем, всё как обычно. Я не успеваю ничего. У меня есть некий график. Я, в общем, из него немножко выбиваюсь. У нас, кстати, опять снег пошёл. Два дня лил дождь. В общем, короче, погода какая-то странная и непонятная. Снег ещё сильнее пошёл. Прикольно так. Мне нравится вообще вот такая снежная погода, когда идёт снег. Всё так красиво, всё так круто. Ну, не очень люблю именно идти куда-то в такую погоду, потому что получается всё в лицо и не очень комфортно. Сделала небольшую зачистку в лаках. И хочу сегодня вам показать, что я хочу выбросить, от чего хочу избавиться и что я себе оставляю. Как вы думаете, что из этих кучек я себе оставлю? Именно вот эту кучку, вот эту сторону я себе оставляю. Сейчас объясню почему. Вот эти все цвета, они, конечно, прекрасные. Очень лаки, все хорошо наносятся и очень хорошие. Но я ими не пользуюсь. Вот честно, я охладела к вот таким вот цветным лакам. И что уж поделать, я не знаю, что со мной происходит. Но я не хочу, чтобы они стояли, потому что они имеют свойство засыхать со временем. Они и так у меня давным-давно, уже года два, может быть, а то и три. Поэтому я лучше их отдам. Прошлую зачистку, которую я делала, я всё отдала своей знакомой девчонке, с которой я работала вместе. Она была не против и, в общем, выбрала, наверное, что-то для себя. Потому что я ей отдала всё. Я не стала просто давать какой-то выбор, потому что, ну, мне больше некому отдать. В общем, да, вот от этого я хочу избавиться. Вот такие цвета, в принципе, лаки. Здесь Жорден, к примеру, Макси, вот два лака. Голден Роуз. Хороший цвет, хороший лак, но не пользуюсь им. Вот, хотя он такой спокойный довольно-таки, но я уже говорила, что на ногтях он смотрится по прошествию, там, двух-трёх дней. Как-то по-колхозному, как-то уже неопрятно. И, в общем, как-то, не знаю, не впечатляет он меня. Поэтому я его и не использую. Оранжевый лак такой вот красивый тоже. Мне нравился. Я его и для педикюра часто использовала летом. И вот такой голубой тоже часто для педикюра и для маникюра использовала. Но вот не хочу, не пользуюсь. Оранжевый это Color Intense. Голубой Макси. И Флормар. Вот такой вот матовый оттенок. Красный. Но я его матовым никогда не ношу, потому что, когда ты просто наносишь этот лак, да, он матовый, всё красиво смотрится, но он быстро сдирается с ногтей. Мне это не очень нравится. Если покрыть каким-то покрытием сверху дополнительным, он становится глянцевым. Соответственно, я его так и носила. Но, чтобы он был матовым, нужно, наверное, матовое сверху какое-то покрытие, бесцветное наносить, чтобы он оставался матовым и, соответственно, дольше держался. Ну, я, в общем, не стала заморачиваться так. В общем, носила его глянцевым. Это такой классический вариант. И я его и для педикюра использовала, и для маникюра. Раньше часто для маникюра. Сейчас я его использовала большую часть времени для педикюра. Вот такие вот два моих любимчика, которые я использовала и для педикюра, и для маникюра. Но большая часть для маникюра. Вот этот вот Макси блестки такие новогодние, именно новогодние какие-то, разноцветные, цветные. В общем, на Новый год, соответственно, использовала очень часто. Вот этот я использовала в перемешку с вот такими вот нежными какими-то оттенками, которые выбеливают просто ногтевую пластину. И на один ноготок наносила вот такой вот оттенок. Очень красиво это все смотрелось. В общем, не пользуюсь уже. Как-то прошло то время, прошел этот момент какой-то декорации ногтей. В общем, не хочу я ничего. Вот избавляюсь. Оставляю себе вот этот лак. Nail Look. Это у меня 31214 номер. Винтажный какой-то лак. Очень красивый лак. Он сейчас у меня на ногтях. Можете видеть. Очень красиво смотрится. Вот этот вот ядрёно-красный, даже бордовый, наверное, какой-то красно-бордовый от Макси. Он у меня тоже уже давно. Здесь его осталось чуть-чуть. Вот я хочу ему найти замену, но пока еще не нашла. Нашла недавно в Lumine, но что-то как-то сомневалась в его качестве. Хотела почитать сначала комментарии к нему. В общем, не купила я его. Вот такой, не знаю еще, думаю, оставлять или нет, тоже им не пользуюсь. Ну, это такой розово-фиолетово-такой ягодный оттенок. Вот Диваж в номере, я не знаю, в каком номере, покупала... А, номер 7207. Покупала я в паре с еще одним лачком. Один я уже отдала, хотя он мне нравился, но покрытие давал неплотное. Нужно было много слоев наносить. Этот в одно нанесение дает плотное покрытие. Хороший лак, по качеству и носится хорошо. Ну, я сверху бесцветным обязательно покрываю. В общем, не знаю еще, думаю, оставлять или нет. Нужен мне такой оттенок или нет. Ну, и вот мой арсенал. Оставила белый для какого-то френча на всякий случай, но он тоже уже загустевает, нужно его обновить. В общем, вот это моя любовь летом, которую я использовала и для педикюра, и для маникюра. В общем, с Али Хэнсен, Triple Shine в 170 оттенке. Такой жемчужный оттенок именно. Но, честно сказать, для педикюра он мне не так понравился, как для маникюра. Ногти на ногах выглядят не очень опрятно со временем. Из-за вот этого белого оттенка немножко. Из-за вот этой жемчужины как-то он смотрится на ногах вот именно дешево. На ногтях, на руках он смотрится красиво, даже как-то так дорого. Нейл-лук у меня для французского маникюра покрытием. Такое тоже немножко с жемчужным отливом нравится. Пользуюсь, много уже использовала. Вот это покрытие от Lumine тоже, выбеливающая пластину и якобы укрепляющие ногти. Тоже мне нравится, укрепляет ногти. Ногти у меня не слоятся, ничего. В общем, чудесные ногти. И сама ногтевая пластина не желтая. Тоже нейл-лук, бесцветное покрытие обычное, как и топовое, можно как и базовое использовать. Это средство два в одном, но мне больше нравится оно как топовое. Базовое я пробовала, и лак не очень качественно держится на ногтях. Получается, не продлевается еще больше стойкость. Он как-то быстрее, наоборот, сползает. Именно как база, от него толку никакого. Ну, в общем, вот такие вот дела. Продолжение следует...